Из всех вариаций хлеба я предпочитаю батоны, аппетитная хрустящая корочка у свежей выпечки с мягкой сердцевиной, идеальное сочетание, сразу хочется надломить и съесть кусочек, невероятно вкусно. Поверьте мне, этот домашний рецепт покорит вас, и вам больше не захочется покупать готовые мучные изделия, хорошо, что порций получается сразу много, изучите, как приготовить французский багет в духовке. Если хотите почувствовать дополнительный вкус, тогда добавьте в состав травы или чеснок. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. При готовлении начните с опары, в миске перемешайте дрожжи с сахаром и водой. Оставьте опару в теплом месте, чтобы она поднялась вдвое. Добавьте к опаре все ингредиенты из состава, кроме кукурузной муки, и замешайте тесто. На продолговатые формы для выпечки насыпьте кукурузную луку. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Сформируйте из теста 2-3 багета, сделав борозды сверху, уложите их на форму. На дно духовой печи поставьте жаропрочную посуду с горячей водой, тогда выпечка пропечется равномерно. Оставьте тесто на 40 минут 1 час, чтобы оно увеличилось вдвое. Запекайте багеты в течение 40-45 минут, дайте им остыть и пробуйте, приятной дегустацией. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот из чего готовим блюдо. Дрожжи сухие, 2 столовые ложки, сахар, 2 чайных ложки, вода теплая, 225 мл, ксантоновая комедь, 3 чайных ложки, оливковое масло, 2 столовые ложки, мюка, 300 грамм, крахмал, 150 грамм, соль, 1,5 чайных ложки, яйцо, 2 штуки, яблочный уксус, 1 чайная ложка, сливочное масло, 2 столовые ложки, кукурузное мюка, 2 чайных ложки, количество порций, 6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.